В Десногорске продолжается месячник по очистке города. К работам приступили все коммунальные службы. Глава города Андрей Шубин обратился к коллективам предприятий и организаций города активнее принимать участие в акции «Зелёная весна». Театру ГНОМ присвоено звание образцового театрального коллектива. Поздравляем участников коллектива и руководителя Даниил Макарову. 20 апреля в 17.00 в Десногорском историко-краинедческом музее состоится открытие выставки живописи учащихся детской школы художественной, художественной школы «Мир в красочном цвете». 24 апреля в 19.00 в Десногорской библиотеке в рамках акции «Библио Сомерки-2018» состоится литературно-музыкальный салон «Стихи, рождённые войной». Также всех десногорцев мы приглашаем, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Заказать изготовление транспаранта можно в Десногорском историко-краинедческом музее 3.36.86. Обращайтесь. Также, уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие во всероссийском интернет-марше «Честь Победы» при уроченном праздновании Дня Победы. Для участия необходимо зайти на платформу «Стена признаний РФ», опубликовать историю своей семьи, обязательно отметить в тегах «Город», «Область», в котором вы находитесь, после публикации сделать репост и фотографии вашего славного родственника будет присвоен стикер «Честь Победы». Отдел социальной защиты Десногорска продолжает оздоровительную кампанию для детей. За первой квартой поддохнуло уже 44 ребенка и оздоровились. 80% из этих детей – это из малообеспеченных семей. 16 апреля общественный городской транспорт начал движение по весенне-летнему графику. Информация размещена на сайте администрации, на интернет-площадках Десногорска пресс-служба, в печатных СМИ, в Десна и Агульска, газеты на Десногорском телевидении. Просим всех жителей города быть в курсе на специальном движении. Инфекционные заболевания на прошедшей неделе в Десногорске регистрировались на обычном уровне. Продолжение следует...